Молодежный микрорайон растет не по дням, а по часам. Буквально за десятилетия пустырь превращается в благоустроенное место для жизни. А совсем скоро здесь закончат возведение новой улицы. Пуховская свяжет сразу три транспортные артерии. Строители Днепровской флотилии и бульвар Приберезенский. Общая протяженность почти 800 метров. Ширина проезжей части – 9. На улице Пуховской будут предусмотрены две большие парковки. На 700 мест и на 600 – две. И еще маленькие четыре штуки. На ней предусмотрена велосипедная дорожка, тротуарная дорожка с двух сторон. Также еще предусмотрена линия освещения. На объекте трудятся специалисты ДСУ-16. Работает около 20 единиц техники – погрузчики, грейдеры, экскаваторы. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие, установить бордюры и опоры освещения. Параллельно завершается благоустройство Днепровской флотилии и Приберезенского бульвара. Работа по монтажу ливневой канализации подходит к завершению. Основные ветви канализации уже проложены. Осталось сделать врезки к будущим домам. Работы должны закончиться в июле месяце. С расширения микрорайона возникает необходимость продления второй троллейбусной линии. К маршруту добавляется более километра. Конечную остановку переносят на пересечение строителей и Пуховской. Благодаря этому добраться до места отправления смогут даже жители района тепличного комбината. До ближайших домов порядка 500 метров. Работы ведутся с октября прошлого года. Сейчас они на финишной прямой. С улицы Сикорского до конца улицы Строитель на сегодняшний день работы по троллейбусной линии полностью завершены. Происходит некоторая пусконаладочная работа, что должны вот-вот закончиться. Реконструкция перекрестка Сикорского начнется в следующем месяце. И там останется порядка, наверное, 10% натянуть троллейбусного кабеля этого и провода для того, чтобы троллейбус пошел уже по новой линии. Еще 10 лет назад желающих жить в микрорайонах было немного. С развитием инфраструктуры картина приоритетов меняется. Теперь здесь есть все для комфортной жизни. Современные школы и детсады, магазины с парковками и спорткомплекс с бассейном. Прекрасно ходит общественный транспорт. Добраться до центра уже не проблема. Новая часть города отличается от исторической кардинально. И в этом свой шарм. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.